Здравствуйте дорогие друзья! С вами опять Карина Андрей. И сегодня мы продолжаем обзор на возможности набора электроника от компании Fisher Technique. Соответственно мы сегодня соберем несколько схем, согласно инструкциям данной книги, и посмотрим функциональность этих схем и где их можно будет применить. Последовательно поговорим о некоторых интересных нюансах, которые возникли у меня, например, при разработке схем и подготовке к работе. Итак, начнем с нюансов. Итак, была прочитана инструкция. Сначала, конечно, лучше прочитать инструкции и посмотреть. Вот эти мелкие электроники, которые были в прошлом обзоре смотрелось, показывалось, они, соответственно, подключаются вот к таким элементам, к контактным переходникам. Соответственно, у тех элементов электроники, которые нужно соблюдать полярность, красным цветом помарочка указана плюс. Это на конденсаторах, светодиодах отображено. У нас получается всего здесь два светодиода, два конденсатора, три резистора. Два из них одинакового сопротивления, один сопротивление побольше. Фоторезистор. И несколько вариантов, два, точнее, две схемы. Две схемы для подключения, разводки контактов для транзисторов. А всего транзисторов у нас два, ну, три, точнее, извиняюсь, три транзистора, то есть один как бы запасной. Так, каждому элементу также прикладывают соединительные провода, о которых мы говорили на том обзоре. Соединительные провода, согласно инструкции, сейчас я открою право эту страницу. Вот у нас страница, страница номер пять. Согласно этой странице нам рекомендуют сделать пять проводов красного цвета по 15 см, три по 30 см и два по 60 см. И, соответственно, восемь по зеленых проводов по 15 см, пять проводов по 30 см и один провод по 60 см. Я так и сделал. Здесь предлагается отрезать провод и так далее. У нас есть специальное оборудование, можно, если у вас есть, например, прибор для снятия изоляции, инструмент, то можно им воспользоваться. Сейчас я оставил специально два кусочка провода для того, чтобы показать, как крепятся клеммы. Здесь предлагается нам даже заворачивать крючочком и вставлять в штекер, чтобы потом прикрутить более лучший вариант. Я стал попроще, не стал закручивать, а к этим г-образным элементам закручивать провод. И, соответственно, вставил так и закрутил. Держится достаточно неплохо, но если, конечно, совсем сильно очень потянуть, приложить достаточно силу, то можно вытянуть легко. Так, при этом заметил я, что вытянуть можно легко и не повредив при этом провод. Ну, в зависимости от того, конечно, как прикрутил. Особенность какая в проводах. Если я всё сделаю так же, как по инструкции, я сделал так же, как по инструкции, то получается у меня в свободном доступе на всякий случай в качестве НЗ запаса провода не останется. Точнее, останется вот такой, остался у меня, вот такой маленький красный провод. И всего возможно. То есть зелёный провод ушёл прям тютелька в тютельку. Если я с запасом брал специально ещё 2-3 мм, для того, чтобы было с запасом от измерения, то вот остался только красный, зелёный, ушёл полностью. Даже не хватило. Ну, нет, хватило, ну, как бы так, относительно, там, мм плюс-минус. Вот. То есть красный провод у вас останется только в запасе. Если в случае чего вы хотите будет сделать в дальнейшем проекты ещё с большими проводами, у вас возникнут трудности. Либо нужно будет покупать, скорее всего, у магазина, ПАКПАК, или компанией Фишер Техник, заказывать напрямую через магазин провода соединительные, либо использовать уже какие-то другие провода, которые есть в доступе у вас в магазинах. Так, ну, вот такая вот интересная особенность. Так, сейчас я оставил специально два провода, красный и зелёный, по 15 см, чтобы показать, ну, примерно, как крепится данная клемма, штекера. Итак, вот они у меня, два красных, два зелёных. Специально есть инструмент, он уже регулируется специально под толщину провода изоляции. У меня уже отрегулированный. Я достаточно легко, примерно, предлагают нам 4 мм снять. Ну, я снимаю, может, чуть поменьше, можно 3, 3,5, можно 4. Не обязательно, прямо, усердствовать их. Если мы знаем, что лишняя изоляция открытая, без изоляции, точнее, провода, при соприкосновении с другим контактом, может вызвать, там, короткое замыкание или какие-нибудь повреждения электрические. Так, ну что, поехали. Берём, например, зелёную клемму, так как зелёный у нас провод, и маленькой отверточкой, которая входит в набор, мы немножко откручиваем винт. Ну, относительно не сильно, немножко приходится иногда полностью откручивать, чтобы можно было вставить. Потом аккуратненько вставляем, вставляем специальное отверстие и закручиваем. Всё, вот. То есть, я плохо вставил, и у меня отошло. Сейчас ещё раз. Конечно же, при таких манипуляциях желательно, чтобы ваши руки были обезжирены, или хотя бы работали там в каких-нибудь перчаточках. Если, то есть, как мы знаем, у нас могут сальные железы быть развиты хорошо, и можем нарушить баланс контактов. То есть, больше будет энергии его тратиться на то, чтобы переходить через электрические попровода. Так, далее. Делаем также то же самое со вторым концом. Мне приходится иногда полностью их выкручивать, чтобы можно было хорошо, адекватно вставить контакт. Из-за этого они иногда могут вылетать. Такая есть тенденция. Мы сейчас всё пересправим. Я надеюсь, видно вам. Так, вот винтики, вот закрутили, и вот у нас получился соединительный провод. Соединительный провод, зелёный. Такую же манипуляцию сделаем и с красным. Такую манипуляцию сделаем. Итак, вот мы соединили два провода. Также провода к контроллеру также подкручиваем с штекера согласно инструкции. И согласно инструкции, рекомендуется подкручивать к данному сопротивлению 1,5 кОм. Тоже штекера. Так. И сегодня мы как раз, чтобы показать вам, что провода достаточно прикручены, и действительно по ним будет течь ток, я их как раз сегодня и буду использовать в соединениях. Итак, согласно первой инструкции, мы должны сделать простую электрическую цепь. В данном случае, если посмотреть на схему цепи, это последовательное соединение источника питания, лампы, в данном случае лампы накаливания. Последовательное либо от минуса к плюсу, либо от плюс к минусу. Как смотреть? Провода используют 15 см, рекомендует нам использовать и подсоединять. Показана инструкция соединения. То есть инструкция подключения соединения. Сразу тоже, не сказать, что это существенная ошибка или какая-то нюанс, но он как бы есть, но это не критично. То есть рекомендуют здесь подставить нам специальные клеммы для крепления. И мы их одеваем на блок питания. В блок питания я специально уже положил крону 9-ти вольтовую. Сейчас я покажу вам. 9-ти вольтовая крона с элементом. Так, все уже подключено, все работает. Так, закрываем. Теперь, если сделать согласно их инструкции, я не знаю, может быть я не так смотрел, но взяв вот эту же досточку, если подставляем элементы по инструкции, мы туда можем не попасть. В зависимости от того, как вы посмотрите. То есть, внимательно смотрите, в каком положении вам рекомендуют ставить их. То есть, например, тут смотрите, в каком вы рекомендуете положение ставить. Если, согласно как у них рекомендовано поставить с краю, с одного вот здесь, вот, то есть, с этого с краем и с этого с краем, то при соединении вот в этой области, например, или в этой области, они могут не попасть. А если так, то совпадение произойдет. Но я решил, что лучше поставить его здесь, согласно инструкции, а то не совпадение будет какое-то. Ну, и, соответственно, тут нужно будет поменять тогда соединительные элементы, немножко поближе поставить. Благо, у нас здесь есть штекеры, но это несущественно. Итак, вставляются они просто в широкие пазлы, в широкие пазлы эти элементы. Вот. И немножко поворачиваются либо вниз, либо вверх. Ну, в основном здесь вверх, так как у меня смотрится узкая сторона вверх. Так, вот она поставлена поставлена и уже твердо закреплена. Теперь, согласно инструкции, нам нужно поставить... Нам нужно поставить вот такие вот элементы, которые выполняют роль держателей проводов. Так. Вот на одной ширине. Ну, и предлагается использовать лампу накаливания. Лампу накаливания. Вот она. которая нам необходима для последствий цепи. Итак, от минуса предлагается вот идти минус красный провод тянуть. Ну, давайте поверим мы потянем красный провод. Хотя зачем минус? Ну, ладно. Не будем спорить. Так. Подставим. Вот мы подключили. Теперь от плюса зеленый провод. Плюс-минус нарисован, а на самой коробочке есть там минус значок. Итак, все. Согласно схеме мы подключили. Теперь посмотрим результат нашей работы. Как видите, лампочка загорелась. Я могу в другое направление тока поставить, и лампа тоже загорится. Так как лампа накаливания не обладает элементом, где плюс, где минус. у нее с двухсторонного направления. Тока возможно. Как видим, загорается плавно. То есть, можно потом использовать ее в качестве явления термогнитной индукции. Демонстрации. То есть, вот простая схема. Достаточно легко собирается. На первый взгляд. Вот так. Ну а дальше переходим к другой. Вот так. Спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok